Конфликт московского комсомольца и Государственная Дума переходит в настоящее противостояние четвертой власти законодательной. Депутаты грозятся лишить средства массовой информации, налогов и льгот, защитить рядовых журналистов от произвола собственников и очистить прессу от проплаченных материалов. Журналисты, в свою очередь, продолжают критиковать думские законы и печатают разоблачительные материалы от членов Федерального Собрания. Выяснение отношений напоминает ссору на кухне коммунальной квартиры. Свободу слова никто не отменял, но к чему может привести столь вольное с ней обращение? Павел Николаевич, Вы оказались под прямым массированным ударом. Как Вы видите ситуацию? Не жалеете, что вступились даже за внештатного корреспондента, который всего лишь высказал свое мнение в открытой трибуне, которую представляют московские комсомольцы? Дело в том, что я не жалею о том, что появилась та или другая статья до того момента, пока суд не признает эту статью, или она оскорбительная, или она лживая, или содержит факты, которые нужно опровергнуть. Как только состоится суд, если он состоится, а для этого нужно, чтобы кто-то из людей, кто считает себя обиженным или оскорбленным, причем обиженным мало, потому что в законе о СМИ слова обиды нет, есть слово оскорбление, чтобы подали на газету в суд. Как только все войдет в русло правовой, демократической ситуации, в рамках закона о средствах массовой информации, уйдут эмоции, которые ни к чему не приведут, потому что, вы знаете, я вот смотрю на ту травлю, которая сегодня организована со стороны отдельных депутатов Государственной Думы, мне смешно становится, потому что они идут по следам пяти-восьмикратных проверок, которые уже состоялись по газете «Московский комсомолец», по ее собственности, по, так сказать, всех объявлений, по, так сказать, всяким видикам, шмидикам и прочее-прочее. Они идут проторенной тропой. Ну, хотя бы, так сказать, что-то хотелось бы новенького, вкусного, интересного, а его нет и не будет, потому что... А вы видите, травлю только с одной стороны? Вы их не травите? Я? Ну, не вы лично, естественно. Я лично не травлю никого из депутатов Государственной Думы, потому что большинство из них мои хорошие знакомые, а некоторые есть и друзья, с которыми я постоянно работаю на протяжении последних десяти лет. Понятно. Все ли определяется законом? Как... Вы меня видите просто по-человечески. Вы красивая дама, депутат Государственной Думы, и вдруг вы читаете такую газету, в которой статья, где ваша фамилия упоминается. Вы думаете идти сразу в суд? Вот я надеюсь, что у нас нет и никогда не будет противостояния Государственной Думы и журналистского сообщества, потому что мы работаем в этом смысле на одной стороне. Но когда свобода слова превращается в свободу беззакония, в свободу оскорблений, конечно, мы против этого, потому что это явление, которое наносит сегодня ущерб депутатам Государственной Думы, а завтра совершенно любому человеку. Поэтому... Я не пойду в суд только по одной простой причине. Во-первых, потому что это определенная степень лукавства, когда все, что хотели сказать грязного, нечистоплотного, тебе уже сказали. Все, кто хотел это прочитать, уже прочитал. Все, что могли с тобой совершить, уже сделали. Но крайне в этой ситуации пытаются сделать журналисты. Хотя, исходя из материала, его роль в этом материале второстепенная. Это не плод его исследований, это не результат самостоятельного журналистского труда. Это, очевидно, заказное со стороны владельца издания материал. Со стороны владельца? Стоп, стоп. Я поясню. Да, пожалуйста, это уже интересно. У меня достаточно обширный опыт работы с журналистами. Я понимаю, что по законам жанра, если человек сомневается в моей позиции, он как минимум наберет фигуранта истории, он возьмет его точку зрения, он действительно поднимет первоисточники. Но когда не делается ни первое, ни второе, ни третье, ни четвертое, когда к материалу, написанному журналистам, приделывается чужой заголовок, уже не журналистам, и об этом открыто говорилось. Это обычная практика в газете, когда... Это обычная практика в колонке, которая ведет внештатный корреспондент. Мне это говорит только об одном. О том, что была заинтересованная задача в оскорблении тех людей, которые упомянуты в этом материале. И я в этом смысле возлагаю ответственность за появление такого рода материала прежде всего на владельца, на хозяина издания. Интересно, Павел Николаевич, вы тут чего к девушкам пристаете? Я к девушкам не пристаю. Не, надеюсь, только пристаете, но не в таким образом. Не в таким образом, а тем более. Дело в том, что, к сожалению, должен разочаровать уважаемого депутата, который абсолютно не знает принцип работы средств массовой информации. И я уже лет 10 и различным представителям спецслужб и политическим деятелям сказал, что я согласен взять в штат редакции любого из «Единой России» и спецслужб человека, и он будет сидеть на уровне планерки, планирования, подписания газеты, всего. Мы делаем газету в чистую. Мы за козуху вот такую вот, чтобы главный редактор сидел и говорит, ах, как бы нам сейчас Яровой там подсудили, а давай-ка мы туда Ольгу Юрьевну, уважаемую батару, а нет, давай-ка мы ее так. Ну-ка давай, пиши под диктовку. Чушь это, вы не представляете, так не делается. Я один из многих руководителей СМИ, который выступает за именную журналистику, чтобы у нас появлялись такие, как Соловьёк, кстати говоря, он в этой рубрике появлялся. Был. Я тебя заставлял писать? Нет. Нет, Жириновский недавно был опубликован в этой рубрике. До меня не заставишь. Ни единого слова у него не было. Да у него и сейчас ни одного слова нет. Ну и сейчас нет, кроме того, что он проституткой назвал Аллу Пугачёву, а вы с ним еще здороваетесь, с этим, с престарелым политиком. О, как вы. Владимир, я просто хочу сказать, когда свобода слова подменяется вседозволенностью, когда подобный материал появляется в период, когда уже в Государственной Думе идет обсуждение, на самом деле обсуждение, которое вызывало вопросы у депутатов в публикации в подобном издании рекламы сомнительного характера, банного такого. А то есть в начале? В начале шло обсуждение, потом появилась статья. И здесь я нисколько не сомневаюсь, что, конечно же, это позиция хозяина этого издания, по причине того, что неоднократно этот вопрос поднимался. Конечно же, это сегодня попытка повернуть журналистское сообщество и в первую очередь, конечно, тех, кто работает в этом издании, в защиту своих интересов, в защиту, в первую очередь, своего бизнеса. По одной простой причине, потому что это издание принадлежит лично одному человеку, который является главным редактором. Это плохо? Это на самом деле плохо, когда вы являетесь собственником, главным редактором и называете себя журналистом. Но самое страшное... Сергей Иванович, у меня просите за бестактность, конечно. А разве не читатель определяет, хорошо это или плохо, голосуя рублем за террасу? Голосуя рублем, голосуя тиражом. Ну, мы не будем сейчас обсуждать вопрос падения тиража, или которого он сегодня существует. Я просто хочу сказать о другом. Вот самое страшное, когда в это вовлекается журналистское сообщество, в защиту интересов непосредственно хозяина. Самое страшное, на самом деле, то, что когда люди, живя принципами и моралями, теми, которые определяют для себя сами, говорят о том, что вы должны жить другими принципами, вы должны жить по другим понятиям. Я поясню эту ситуацию. Почему? Потому что, когда сегодня газета является, на самом деле, бизнесом и используется как инструмент защиты этого бизнеса, когда мы сегодня видим, скажем, я же это не осуждаю, увлечение хозяина этого издания, когда мы сегодня знаем о том, какая собственность у хозяина имеется, и когда сегодня только попытки... Я прошу прощения сейчас, не нужно реагировать так. Это же нормально. А увлечения это какие? Я знал только про охоту. Сафари очень дорогие и прочие все вещи. И слава богу. Ну, это слава богу, Володь, это слава богу. А мэрдок негодяй вообще мультимиллиардер. Ну, как только, я еще раз хочу сказать, как только, ведь мы посмотрим... Если вот сейчас прозвучал вопрос, идите в суд. Да, но не пока, на полу, в суд. Я просто посмотрел, знаете, за 20 лет существования данного издания, 862 судебных разбирательства. Это же о чем-то говорит. Это практически еженедельно идет судебное разбирательство. Это практически еженедельно происходит о том, происходит то, что кто-то недоволен какой-то публикацией. И здесь сразу же происходит, слушайте, идите в суд. Но и уже сегодня есть неисполненные решения суда в качестве того же там Всемирного народного собора. Сегодня судебное просто производство уже привлечено для того, чтобы все-таки было исполнено это решение суда. Поэтому мне кажется, что здесь вот, когда свобода слова переходит во вседозволенность, это недопустимо. И когда сегодня используются все инструменты, знаете, там в 20 общественных организациях сегодня являются руководителем, и при этом говорят, слушайте, нападают на прессу, нападают на, значит, там, на журналистов. Нет этого. Совершенно нет. Странно, что они провели параллель с НТВ и Гусинским. Тогда тоже защищали интересы Гусинского. Правда, и НТВ в конечном итоге с уникальным журналистским коллективом перестало существовать в том виде, в котором его знали. Вы почти 20 лет, да, будет 1 апреля газете? Да, новой газете 1 апреля. Да, то есть вы параллельно идете по жизни в разных газетных нишах, но много лет наблюдаете... А Павел Николаевич не является нашим хозяином, я сразу... Да, 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 это, к сожалению... Он мой товар. С вашими хозяевами вечно какие-то проблемы происходят. Да, с вашими тоже, Володя. Ну, у меня проще. Я не газета, у меня хозяина. Володь, сэр, я имею в виду, слышал. Они, кстати говоря, у хозяевов коллектив журналистки написать про... Нет, частично... 51%... Да, 51%, так что... Блияет это как-то на революционную политику? Перед вами хозяин тоже. В существующем конфликте. На чьей стороне правда, Дмитрий? Я уверен, что, конечно... Ну, извини, я начну чуть-чуть с другого. Я, во-первых, хочу выразить членам Единой России свое соболезнование по поводу кончины основателя их партии Бориса Абрамовича Березовского. Человек был, безусловно, незаурядный. А теперь перейду к ответу на вопрос. У нас в понедельник выйдет статья, которая из-за Андрея Колесникова, наши обозреватели, там будет прямо сказано о том, что все мы в каком-то смысле на сегодняшний день журналисты московского комсомольца. Когда вся мощь Государственной Думы, законодательные власти государства обрушилась на газету, которые начали проверять правильно Лужков, кстати говоря, он же был сопредседателем Высшего Совета Единой России, Юрий Михайлович Лужков, проверять решение своего же однопартийца, правильно ли выделено московскому комсомольцу помещение, когда начинают идти по следам всех финансовых проверок, конечно, это травля, это абсолютно очевидно. Если же говорить по сути дела, то я хотел бы сразу же сказать, в отношении публичных фигур, и вот Алексей это хорошо знает, в отношении публичных фигур всегда допустимо более широкое применение самых разных норм, поскольку это публичные фигуры. Это определено Европейским судом по правам человека. Да, но не определено национальным законодательствам. Вот я хотел бы спросить, теперь по существу дела, по той статье, о которой мы говорим. Я не буду говорить слово проституция, которую в отношении правящей партии когда-то применил Ленин, том 45, страница 144. Что такие ленинисты все стали? Нет, нет, цитируем тех, на ком воспитывались. Ленин классе? Я хотел вас спросить, Алеша, Алеша, я хотел спросить вас. Он там про Петра Первого такого писал, на мате, да? Да, да. Вот хотел спросить Ольгу, вас и Алексея. Вот скажите, а вы не помните, чем вы занимались 10 июля 12-го года в 17.05, это 26 секунд? 17.05 часов. А я вам хочу сказать, чем вы занимались. Голосовали. Я назову, да, правильно, я назову это вилянием взглядами. Ну вот, Ольга, вы и вы проголосовали тогда, все ваши голоса были отданы, и все голоса партии, фракции «Единая Россия», все они были отданы за закон о сотрудничестве в области усыновления, удочерения детей Соединёнными Штатами Америки. И что? И вы проголосовали за. И что? Прошло, прошло полгода. Так изменилась политическая ситуация? Нет, нет, нет. Вот про то и речь. Мы сейчас поясним. Нет, Дмитрий, это политика большая. Нет, Алексей, пусть заговорит. Это небольшая большая. Пусть заговорит, но прояснит. Это, да, это политика, это политика виляния взглядами. Смотрите, я читаю уважаемую Ирину Юровую. Это из её предвыборной газеты. Наш собственный корреспондент на Камчатке господин Хитров прислал. «Единая Россия», я вам отвечу про них, средний единоросс располагает капиталом в 38 миллионов рублей. Миллионеры никогда не будут защищать людей. Единая Россия – это 74 высших чиновников, которые в Думе работают, не собираются. Единая Россия – это такая партия, при которой не надо говорить о развитии демократических институтов соблюдения прав человека. Единая Россия никогда не поставит вопросы, связанные с народом, и она не может претендовать на звание народной. Это из её предвыборной газеты. Прошло-то всего 2003 год. Прошло всего-то… В 10 лет. В 10 лет, да. Партия же не изменилась за это время, правильно? Они же стали с тех же принципами. Она обладает тем же господствующим положением. Но сейчас просим у партии. Я просто подумал, что исходя из этого, Павел Николаевич, как не бедный человек, тоже не может считаться защитником народа. Как-то даже обидно стало. Сама идея, да, что оказывается… Меня вот что больше всего пугает, что вдруг появился такой материальный ценс. С какого защитник народа и честный человек, а с какого не защитник народа и не честный человек. Ну что, ребят. Давайте объясним голосование. Вот мне кажется, коллеги, они очень любят читать блоги, но совсем не любят работать с документами. Поэтому я поясню для всех тех, кто до сих пор пребывает в плену заблуждений по поводу статьи московского мусомольца, что наша позиция чем-то изменилась. Нет, наша позиция не менялась. Когда я пришла работать депутатом Государственной Думы между Российской Федерацией и Штатами, существовала процедура усыновления, которая шла абсолютно бесконтрольно. У нас не было никаких, по сути, правил игры в этой сфере, кроме, ну, так общепризнанных норм. Не более того. Поэтому первое, что мы сделали, понимая, что в этой сфере далеко не все благополучно, мы начали ужесточать порядок усыновления. И соглашение, о котором вы говорите, это правила игры, достаточно жесткие для американской страны, которые впервые заставляют представлять информацию, заставляют выполнять требования российской страны. На тот момент этого ужесточения, но не запрета, казалось достаточным. Потому что мы, последовательные люди, понимаем, что нужно действовать поэтапно и постепенно. И, возможно, нам бы этого и хватило, если бы Соединенные Штаты Америки добросовестно выполняли соглашение. Но когда стало понятно, что соглашение – это бумага, что оно ничего не весит в отдельно взятом Штате, и та подпись Хилари Клинтон, которая стояла под документом, не более чем номинальный розчерк пера, не лекущий за собой никаких обязательств, вот тогда мы сделали следующий шаг, но в одном и том же направлении. Мы запретили усыновление в Штаты. Это последовательная твердая позиция. Вот здесь вы согласились с усыновлением, а вот здесь полгода отказали. Нет, но должен сказать, что звучит-то по-другому. Нет, усыновление было до допыта с америкификацией. Нет, более того, усыновление существует 20 лет. Оно ничем не регулировалось. Соглашение не упрощает усыновление и не разрешает его. Вы у власти 13 лет уже. Оно ужесточает правила усыновления. Но когда их стало недостаточно, тогда запретили совсем. Главное не это, главное не это. Главное то, что об этом прекрасно знали те, кто писал. Но была задача оскорбить. И поэтому сегодня мы обсуждаем не правовую оценку ситуации, а морально-нравственную. Потому что если мы посмотрим на морально-нравственную оценку происходящего, то тогда мы закономерно себе зададим вопрос. Если у нас есть судья в виде хозяина газеты, который позволяет говорить, что вот такая точка зрения, мне кажется, правильной, а вот это, знаете ли, политическая проституция, тогда давайте скажем, а сама газета и ее владелец, они-то как? Нормальны, чисты с точки зрения морали и нравственности. Они-то тех самых правил, которые требуют от всех остальных саммита, придерживаются. Это не хороший вопрос в нашей стране. У нас, как правило, все любят критиковать, что непостойки смирно стоишь, развалившись на диване и ковыряясь пальцем в зубах. Говорят, а что это ты передо мной, непостойки смирно? Да, прошу. Вы знаете, вот что мы сейчас видим? Сейчас мы видим спор. Совершенно другую тему об усыновлении. Вот если бы такой спор шел, вопросов нет. Но речь же идет об оскорблении. У меня в передаче прямой сошлись, сторонники, противники. Не переносить вопрос там, политические какие-то, кто как вел себя, хорошая ли партия, кто был ее основателем, да, на просто хамство. Но есть берега определенные, красные линии, не переходите их. Я вчера видел по СНН репортаж десятилетия войны в Ираке. Там корреспондент явно занимает антивоенную позицию, что это была ошибка, что это была глупость. Показывают Буша, показывают его высказывания, показывают мужчину, который говорит, я американцам иракского. Я был, когда они пришли, готов им целовать, был сапоги, потому что думал, они нас спасут от Саддама, да, а сейчас я их ненавижу, потому что они то сделали, то и так далее. Ни один человек не сказал, Буш дурак в этом репортаже. Ни один человек не сказал, Буш он такой-сякой. Ни один человек в этом репортаже не сказал, что республиканцы ошиблись, они идиоты, посмотрите на них. Но все было понятно, да. Все было. Я вас призываю к высоким технологиям в журналистике. Они это, они кукрыниксам, да? Вы все воспитаны на советской журналистике, на кукрыниксах, на вот этих изображениях, все дураки вокруг, на том, все, кончайте с этим делом. Все мы воспитаны на полном собрании сочинений Ленина. Вы можете так написать про Баталину, сказать, что она мать, у нее двое детей, что она-то, как же она могла вот так сделать? А вы пошли по тупому. Вы все кукрыниксы, да вы все советские, саповы, конченые Вот и все. По вашему сценарию снято жесткое порно. Но это точно не кукрыниксы. Про политиков соседней державы. И вы сейчас говорите, что мы кукрыниксы, а вы порно-деятель. Я не могу себе представить, сколько кукрыниксов, рисующих порно. Я же не говорил, что Тимошенко такая-то такая-то. Так вот это и есть высокие технологии. Это не ваши технологии, это миньи технологии, вы спутали. Ваши технологии, это прилагательные. Что этот такой, этот сякой, а этот, убирайте фамилии. Алексей, спасибо, а то растратите силы для технического сценария. Вы все не понимаете, как это делать. Это очень важная тема, но тоже надо к ней подходить, ну, как бы с пониманием. Алексей говорит, смотрите, как в Америке, какие деликатные журналисты. Не деликатные, сильные. На самом деле, конечно, не так. И, конечно, в Америке предельно жесткая атмосфера взаимодействия с властями. Предельно жесткая. Бесприлагательные отношения. Очень по-разному. Я недавно случайно посмотрел мультфильм «Южный парк». Кто-нибудь вообще видел, что такое «Южный парк»? Мультфильм был про, значит, Хилари Клинтон. Она была главной героиней по поводу войны. У нее внутри нашли атомную бомбу, как символ вот такого мракобесия. Даже неудобно сказать где, понимаете? И что? Это то, что и я делал. Но ее же не назвали, так сказать, шалавой. Да, ее не назвали. Попробуй это. Ее показали. Я хочу сказать следующее. Вот и все. На самом деле, в России так не принято. И в Советском Союзе было не принято. Кукриниксы были по отношению к внешнему миру. Они позволяли себе все что угодно. Так врагов платить. В России гораздо более мягкое пространство. Это то, о чем вы говорите. Просто не надо нам за пример выдавать американцев. Это не так. Наверное, правильно, наверное, правильно поискать эти нравственные основания. Наверное, это правильно. И, я не знаю, согласится Павел со мной. Наверное, надо поискать это самому журналистскому сообществу. Вот, понимаете, я сейчас нахожусь. Я, с одной стороны, один из организаторов либеральной платформы «Единая Россия», а, с другой стороны, я член корпорации. Я главный редактор и один из собственников. Вспоминается байка «Желая досмотреть драку до конца» было сбито обеими сторонами. Важно найти какую-то платформу, чтобы двинуться дальше. Я как раз был в Государственной Думе, обсуждали вопрос в общественной палате, когда обсуждался вопрос, который здесь мы сейчас затрагиваем. Выступал Жириновский. Ну, это неприятно смотреть. Понимаете? Он кричит, что все СМИ продажные, все негодяи. Значит, они в том, что происходит с наказанием. Братья, надо определиться с начала СМИ. Которые 20 лет прессом мочат. 20 лет. 20 лет только плово. А как он должен вас? Или целовать вас во все места? Сейчас. Это неплохая идея. Главное, без предлагательных и не уточнять, какие места. Но может ли кто-нибудь определить, что такое продажный? Потому что у нас в стране вот этим термином при желании бросаются все друг в друга, при этом ни в одном магазине хлеб бесплатно не выдают. Поэтому каждый раз, когда кричат продажные, что подразумевает, что люди должны приходить голые, несчастные и жить на подаянии, и при этом быть профессионалами. Почему если человек нормально, достойно получает деньги за свою работу, его все равно он за это продажным? Журналисты сейчас, хорошие журналисты, хорошо получают. Правильно. Я себя правильно понимаю. Весь вопрос только, когда журналист получает деньги в соответствии с своей ведомостью на получение средств и в кассе, и пусть там эти гонорары будут безграничны, великими. Но это говорит только об одном, что за ним сохраняется право на собственную точку зрения. Конечно. Другое дело, когда он получает наличные деньги в салоне автомашины, и именно эти деньги формируют его точку зрения. А у кого эти деньги украли? Украли. Источник природы этих денег, боюсь, что вряд ли у нас. А очень просто, эти деньги украли у собственника, у Гусева. Потому что если журналист взял то, что на профессиональном языке называется джинсой, потому что в каждой газете есть там определенные рубрики, рекламные площади, идите туда. Но получается, обворовали Гусева, его издание. Эта пленка, о которой вы сейчас говорите, она находится... Пожалуйста, обворовали еще читатели, конечно. Читатели, конечно. Его обманули, конечно. Да, я поэтому не употребил термин «обманули». Материал редакционный честный, вы на самом деле, конечно. Эта пленка сейчас находится, мы сами сдали ее на исследование в соответствующие органы, и попросили, чтобы ее всю проверили, потому что там не совпадают голоса с какими-то подписями, все время тычет в лицо какими-то пачками. Все эти люди давно не работают в газете. Это все восемь. Ушел из жизни. Ушел девушка, которая не взяла, единственная работает. Она не взяла эти деньги и рассказала, как все это происходит. Это все будет делом, которое мы расследуем, и все это выдадим в открытую. Но я вам хочу сказать другое. Пока эта пленка висела в эфире, за это время у замминистра образования обыск... Это ваши государственные, ребята, делишки. Наши, конечно. У другого правоохранительных органов арестовывают за взятки 700 тысяч, миллионов, неважно сколько. Суд над губернатором Тульской области прет 75 миллионов. И вы из-за того, что там... Понимаете, что вы говорите? Понимаем, понимаем. Именно как раз мы это и говорим о том, что сегодня появляются те публикации, за которые рассчитываются в салоне автомобиля. Не одна из публикаций, о которой там было в этой пленке, не опубликована. Одна только публикация есть. Но опубликована. Опубликована. Я ее опубликовал. Мы сейчас этого журналиста, к сожалению, так сказать, не работающего 6 лет, обнаружим. И он выступит по этому поводу. И вы можете подать суд на меня. И он скажет, дал им Гусеву из этих денег лично вот так же принес и рассчитывался. Нет. Нет. Просто ужасно интересно, но вот у нас, Павел Николаевич, собственник, которые вы не зарабатываете. И зарабатывает деньги, которые не зарабатывают. А вот чтобы я получал заставку, я честно получал, я должен дать рекламу на канале России. Павел Николаевич, не подрывайте наш бюджет. Павел Николаевич, ну когда вы говорите о честно заработанных деньгах, у меня это складывается ощущение. Что не очень сильно разборчиво в источниках. Потому что считать честно заработанными деньгами средства, получаемые за рекламу интимных услуг, ну нельзя. Ну по честному слову нельзя. Вы же в эфире, я не ошибаюсь, вы же сами со мной в эфире, русской службы новостей сказали. Да, реклама интимного характера. Но я ее публикую как наводку для правоохранительных органов. Ну слушайте, ну это, ну даже для детей понятно, что вряд ли правоохранители пользуются вашей наводкой. Я прямо буквально говорю. Ну хорошо, хоть не места, но наркотический крест. Сейчас многолетняя работа в этой сфере, ежедневно на полосах публикуя рекламу по сути интимных объявлений, понимаете, что вы тем самым поддерживаете развитие криминального бизнеса. И совершение угроза. Вот только не продолжаю, да. Я вам сразу спокойно отмечаю. Значит, вы все время добавляете по сути. Потому что по сути таких объявлений интимного содержания нет. Слово массаж, это и острахондроз, это и пятка, это и нос. Досуг негритянки, какой вид услуги? Досуг юноши, какой вид услуги? Мамба танцует. Мамба танцует. Павел Николаевич, понимаете, я не обязан ходить. Примите законодательство, что слово мулатка запрещено у нас. Павел Николаевич, понимаете, что никакого интима там нет. Мулатки не будем писать. Павел Николаевич, вы не улыбайте. Павел Николаевич, а можно вопрос? А вы когда-нибудь сами пытались позвонить по этому телефону? Нет, никогда. А вы попытаетесь? А зачем? А можно вы услышите? Зачем? То, что не запрещено законом, я не могу. Вы знаете, это и есть ваш бизнес, которым вы это публикуете. Это рекламное агентство, которое мы сдаем в свою площадь. И это рекламное агентство публикует еще кучу всяких других. Вы же и врачи. Павел Николаевич, сколько лет вы публикуете эти объявления? А я откуда знаю. Ну, давно. Давно. Скажите, пожалуйста, где было опубликовано крайнее, ну, последнее обращение к своим избирателям, кандидатов в президенты Владимира Владимировича Путина? В какой газете? В Московском Сомольце точно нет. В Московском Сомольце вы публиковали такое письмо? Нет. Не публиковали? Нет, не публиковали. Фу, но вы были доверенным лицом Путина. Да, и этим горжусь. И этим гордитесь. То есть, получается, когда назначали доверенное лицо Путина, знали, чем занимаетесь вы и ваши газеты. Наверное, же проверяли людей, которые там были? Ну, скорее всего, вот есть люди, кому проверять. И вы в общественной палате? И я в общественной палате. А в общественной палате вас тоже президент назначил? Да. Он вас назначил... В общественной палате Бао Николаевича является представителем общественных организаций. Это общественных организаций. Это сейчас. А до этого кто? Нет, первый состав. Десятый и двенадцатый год. Первый состав я был... Первый и второй. Первый я был указан президентом. Указан какого тогда президента? Кто был тогда президентом? Владимир Владимирович. Тоже Путин, понятно. И он вас назначал не как охотника, а как издателя, главного редактора, той самой газеты, которая теперь правлена. Тогда объясните, пожалуйста, следующее. Вы обвиняете их в неразборчивости. Неразборчивость не наступила только что. Что не мешало публиковать там материалы. Газеты таковы. Они зарабатывают деньги, они должны выжить наше тяжелое время. Может быть, выглядит ваша атака на Гусева и на московский комсомолец, как попытка всему журналистскому сообществу объяснить, что хватит разоблачения, и действительно сомнительный по этичности материал, более чем, на мой взгляд. Там есть моменты, о которых я говорил в поединке, которые мне лично вкусовой не близки. Они есть. Но вы его использовали как предлог, потому что, ну ладно, финансовые проверки, но когда вы требуете Гусева исключили, чтобы из общественных организаций, с которыми вы не имеете никакого отношения... Мы не требуем. Ни в коем случае. Давайте я поясню. Вот вы просто вдумаетесь. Давайте вдумаемся. Что такое общественная палата? Общественная палата – это в некоторой степени витрина российского общества. Это такое мерило общественной нравственности и морали. Заявление членов общественной палаты – это некий ориентир общественный и нравственный. Формирование общественного мнения. Да, на что мы должны, да, на что мы должны смотреть? Как мы останемся без общественной палаты? Нет, ну почему? Мы не должны без нее оставаться. Так вот, давайте, давайте по сути. Вот промерила как раз по сути. Поэтому я считаю, что ровно так же, как средства массовой информации, имеют право сказать, на их взгляд внутренний, достоин человек депутатского мандата или нет. Его деятельность соответствует принципам деятельности депутата или нет. Но люди избиратели. Но это никак не влияет на его отзыв, потому что не они его выбирали. Но свою точку зрения по отношению к депутату они имеют права иметь. Ровно так же и мы имеем право высказать в отношении члена общественного палаты, который считает нормальным публиковать объявление интимного досуга на полосах и гордиться этим, что мы не считаем, что мы не считаем такого рода деятельность достойной членства общественной палаты. И заметили вы это только что? Ну, я депутат первый, Санкт-Петербург, Владимир. Поэтому вряд ли я могла на своих предыдущих... Нет, просто я объясню почему. Потому что вопрос, который Дима говорит, да? У нас все время вот есть категория «только что». «Только что». У нас вдруг сразу все... И потом за девушек. Страну-то потеряли. Еще обидно за этих девушек. Понимаете, тут я... И их услуги ничем не хуже тех, которые оказывают ряд депутатов в Государственной Думе. Они имеют ответ. Ну, смотрите, ну, хорошо. А они что, существенно хуже тех услуг, которые оказывают ряд наших коллег? Ну, конечно, я тебе ерундой заниматься. Я вам отвечу сейчас. Я вам отвечу сейчас. Ведь вопрос... Ну, послушайте, речь идет о том... Вот сейчас идет нормальная дискуссия, как развивать атаку, скажем... Да, сейчас я вам отвечу. Вы критикуйте «Единую Россию», «Единую Россию» критикуют. Но хамство... Хамство, кончайте с этим делом. Лёш, ну не вам учить это этическим манерам. А мы создали, вы же, совет по этике, и будем вас штрафовать миллионами долларов. А мы вас, например, за то, что вы присутствовали со своим помощником при получении взятки в 2 миллиона 25 рублей, да, получали, а ваш помощник после этого сбежал. Такой помощник. Ашинка. У меня не было помощника никогда. Да вы с ними втроем ходите. Нету такого помощника. Прекратите кричать, как потерпевшие. Тогда не вы были потерпевшие. Вы возглавили, вы были в совете директоров банка. Да, вот они, вот они, сукачи из конторы, да, люди, которые давно уже в конторе работают и бегают с бумажкой. Соцгорбанк, да, были вы, в нём Абанк отмывал деньги. Ничего не отмывал. Я знаю, это называется, пошёл, дик, вы идёте неверным путём Митвеля. Это финансово. Ну, сказки. Ну, зачем вы занимаетесь этой иерогой? Я на случай у Лебедева, с которым я приятельствую, на том, что вы просто на базады сбавляете выступать. Подарите. Гори выступать. Сейчас, сейчас. В каком чине, товарищ Муратов, в каком чине служите? Алексей, Алексей успокойтесь. Видите, я не оставляю прошу учиться. Вы уже до полковника хоть-то служили? Я, Дмитрий, я. Я майор, а вы полковник. А вы не служили срочно? Да, слушаю, нет. Алексей, я дипломатом был. Понял ты, друг мой? Понял ты, да. Ты меня не понял. Он не гнил. Дима, я не гнил. Ну вот так что, и сиди спокойно. Алексей, прекратите. У меня, например, к Муратову есть только одна претензия, очень простая. И Дима её хорошо... И не умеют вести себя. Нет, не в этом дело. Когда на вашего заместителя совершенно был хамский наезд со стороны власти, тогда всё журналистское сообщество за вас стало. Никто не побоялся. И тогда было высказано руководителю Следственного комитета о невозможности такой тональности и таких поступков по отношению к журналисту. Просто для нас лично, как для журналистов, было крайне странным, что вы вдруг с ним помирились и ситуация растворилась. Потому что если бы вы тогда проявили принципиальность, сегодняшней ситуации бы не было. Я готов ответить на этот вопрос. Чего вы у тебя здесь? Можно просто... Такое же хамство в отношении... Нет, там не было хамства, там было другое. Я понимаю, что у Димы колоссальная ответственность физически за жизнь людей. Да, мне было проще сделать так, чем потерять Соколова. Это первое. Второе, господин Бастрыкин, все содержащиеся в заявлении редакции требования, сразу же удовлетворил, он принёс извинения Соколову. Он отменил приказ по нашим сотрудникам на Северном Кавказе. Мы продолжили сотрудничество по делу Анны Политковской, которая для меня не менее важна, и даже более чем важна, чем всё остальное. И я дальше не видел причины продолжать эту ссору. Так же, как если бы сейчас не хамское заявление про тварей, которое сделал Исаев, которое намного более грубое, чем то, что было написано... Своим товарищам послал, послушайте, смотрите это. Так, и чего? Так, товарищам, послал, зачем вы твиттер слушаете? Смотрите твиттер Исаева. Это публичная социальная сеть. Ну так вот, и можно было бы абсолютно нормально, как сейчас в перерыве сказал Павел Николаевич Ольга Евгеньевна, о том, что можно было бы, конечно же... А как иначе мужчина должен отреагировать, когда оскорбляют женщину? В твиттере! Мужчина должен отреагировать в твиттере, я всё понял. Нет, не в этом дело. То есть он в твиттере объявил свою позицию, после этого можешь подъехать, и вы хотите, чтобы он дал в морду? Ну Исаев подъедет и даст кому-нибудь. Не, не надо. Вот этого делать не будем. Создадим совет по этике и будем их наказывать рублём. Миллионы будете платить за каждое слово. А вы сейчас какой партий, кстати? А зачем вы занимаетесь вновь? А зачем вы занимаетесь вновь? Мы не стали перенести передать, а теперь я занимаюсь 20 лет, успокойтесь. Нет, ну вы стукачок, это понятно. Да что вы здесь, я датчик из партии партии. Да, да, да. Приведливый православие партии, а вы где? Сначала из-за лодоплательства, вы перешли в справедливую Россию. А вы справедливый православие партии, а вы в справедливый православие партии. Я не состою в единую Россию. Алексей, успокойтесь. Я состою в единую Россию. Нет, нет, всё. Он нигде не состоял. Можно сказать, позиция... И так же всё врёте. Алексей, успокойтесь. Врёте с утра до ночи. Позиция Исаева, мгновенная реакция на прочитанное. Мгновенная реакция, эмоциональная, но мужская, чисто мужская. Позиция того, кто писал, и как признался выпускающий редактор, позиция того, кто это делал, это умысел, которому готовились и излагали. Позиция хозяина в этой части. Корреспондент не работает, за рекламу не отвечаю, ответственность никакой не несу, но при этом мораль свою провожу. Говорю о том, что если вы меня трогаете, значит, это нападение на свободу слова. Поэтому вот здесь как раз вот эти подмены нам очень не нравятся. Я думаю, что они не нравятся и в целом в обществе. Если вы сегодня занимаете позицию, являетесь хозяином, скажите, я несу за то, что там происходит. Да, это я и говорю, подайте в суд. Я несу ответственность, я отвечу по суду. Второе. Если должен отвечать главный редактор, ну назначите там главного редактора. Оставайтесь хозяином газеты. Если есть кого-то порекомендовать, ну порекомендуем. Хринштейна можем порекомендовать назначить там главного редактора. Он тоже у вас публикуется. Но вопрос в том, что когда касается меня, это против всех. Я хочу сказать, что сегодня появилась такая, такой типаж, знаете, такой медиабарин такой, знаете, а если там на французский лад нравится, такой медиабарон. Хочу делу, а если меня тронули, так быстренько все объединились, на нас нападают. Ни на кого не нападают. У нас на самом деле вопросы бывают. Я не сделал ни одного заявления с просьбой, чтобы меня кто-либо где-то поддержал. Ни одного заявления. Но мы видим всю неделю публикации в московском комсомольце, чему они посвящены. Они посвящены самым разным темам. Володь, понимаете, вот с чего у нас точно... Здесь идет политическая борьба. Они тоже защищаются, вы тоже. Я здесь ничего такого не вижу. Идет нормальная политическая борьба. Но вы поэтому и плохо видите? Нет, кроме слов. Все остальные видят много. Нет, подождите, кроме слов. А вот за словами, следите за словами, прилагательные камеры. Да вы обратите внимание, вот только что, Алексей, вы пропустили другое забавное. Мы говорим, злая дума наезжает на добрую прессу. Тут же Дима демонстрирует ответный, извините, дерьмомет. Когда он говорит, а, кто против меня сказал, ты Митрофанов? Ну он профессиональный. Как и есть же, что металлы. Я понимаю. А когда дума, а когда дума, делает то же самое. Так, кто против нас, ты? А общество смотрит, думает, ребята, а мы где? А что о людях? А главное, какая тональность? И какие вопли? — Затронул Сергей Иванович очень важные вещи. Мы поднимали это в журналистском сообществе, в медийном сообществе. Этого нет в законе о печати. Взаимоотношения собственника, менеджера, гендиректора, главного редактора и журналистов — это очень важная тема. У нас сегодня на самом деле права творческого коллектива в части исполнения коллектива своей работы не очень защищены. Вообще нет никаких законодательных установлений относительно этого. В принципе, да. Это было бы полезно. Это было бы полезно в той части, когда журналист понимал бы, где рамки его работы. И когда начальник не может заступать за эти рамки. Это было бы полезно. — Вы меня извините. Открываю газету «Московский комсомолец». Там есть ряд материалов, которых я всегда читаю. Ряд журналистов, которые... Есть те, которые мне... Вот совершенно неинтересные страницы, которые я не смотрю. Я читаю Димину газету. Там есть ряд журналистов, которых я читаю с большим уважением, с большим... И со многими я дружил, к сожалению, ряд ушел уже из жизни. Есть, которые меня ненавидят и мочи когда хотят. Ну, их право, пожалуйста, их дело. Они делают. Я выбираю сам. Но как журналист, я всегда могу сказать, я вот это буду писать, мне это близко. А вот это не буду. И я знаю, что никто не заставит Хинштейна. Никто не заставит, не знаю, это уже Латынина. Никто не заставит Минкина. Никто не заставит, ну там, ныне уже покойных, Аню Политковскую невозможно было заставить. Потому что журналисты отвечают своей репутацией. Репутация есть. Владимир, мне кажется, сейчас Валерий как раз затронул тему о том, а кто защищает журналистов. И в этой части мне как раз кажется, что та общественная организация, как союз журналистов, и должен это делать. Но когда и союз журналистов возглавляет хозяин крупнейшего холдинга, ну мне кажется, что это вообще... А кто должен возглавлять? Мне кажется, что это как раз вот из журналистского сообщества те, кто сегодня в этом секторе работает. Те, кто сегодня просто в этом цехе работает. Те, кто должен защищать. Те, конечно, кто должен сегодня не выполнять волю хозяина. А я без сомнения могу сказать, что, конечно же, в московском комсомольце воля хозяина это закон. И я почему искал, что сегодня появились такие меди-бары, которые сегодня... А кто хозяин на канале России, вот где я сейчас вещаю. Вот я работаю в ИГТРК, а кто у меня хозяин? Вот я как журналист, а кто у меня тогда хозяин? Лично Владимир Владимирович Путин. Володь, ну все мы об этом знаем. Да, конечно. И он регулярно звонит и контролирует. То есть вот эта роль хозяина, она где? А в Думе кто хозяин? В Думе. А хозяин избиратель? Избиратель? Но их партийные списки определяет, кто попадает не избиратель, а определяет руководители партии. Голосует избиратель. Конечно. Но тогда... То есть хозяин народ? Конечно. Конечно. Которая определяет в Дом Государственной Думе... В конечном итоге. В конечном итоге будет уходиться. А может быть мы все-таки поймем, что в конечном итоге у каждого из нас нет хозяина? Нет, вопрос... Что мы можем... Вопрос же... Мы же сейчас... Уступать на некоторое время за некоторую сумму свои профессиональные характеристики, но у нас рабство отменено в 1861 году. И у нас нет хозяев. У вас есть избиратели, у нас есть там главные редактора, есть, наверное, какие-то собственники, которые как-то... Да читатели, читатели. Вы знаете, читатели, зрители, как у вас избиратели, в первую очередь. Но вы свободные люди. Многие из вас очень достойные, замечательные ряд из вас, нерукоподатные, в разных партиях. Абсолютно в разных партиях. Я там хорошо знаю вашу биографию, и никто вас ни в чем не может упрекнуть. То есть вы, знаете, у шахтеров выигрывали, когда что-ли на выборы, и смешно говорить. Кому-то нравится экспрессивный Жириновский или Митрофанова. Но это ваши отношения с вашими избирателями. Но журналист вправе вас копать и показывать людям, когда у него есть вопросы. И в этом нет вопросов. И в этом не показывают. И говорят, но здесь не должно переходить на самом деле элементы хамства появляться. С этим согласен. На самом деле не должны появляться ущемления достоинства. И не должны на самом деле появляться оскорбления. Валерий, как человек внешний в данном споре, вам не кажется, что вообще наша страна погрязла в хамстве? И это хамство, которое и в Думе. Потому что иногда разные депутаты позволяют себе такое в отношениях. А пресса это подхватила. Тем более, что в прессу пошло много людей, вежливо говоря, нежурналистского толка. Из вчерашних блогеров. Которые считают, что если ты не нахамил кому-то... Помните, это путь от Аракушенишвили. Нахамить Пугачева и прославиться. Даже не поймешь, за что здесь хвататься. Потому что вот эта злоба, агрессия, такая меланхолия с другой стороны, она растворена в обществе. И мы все там. И я даже не понимаю, за что цепляться. Потому что вот то, что мы сейчас говорим, какие-то этические нормы, ну, конечно, мы не можем их вот так кувалдой там или заставить. Это невозможно. Это... То есть я понял. Кончится тем, что мы потребуем уболить Ливанова как министра образования. Проблема в школе. Митрофанов сразу говорит, мы сделаем... Все информационные споры передать в новый суд по информационным спорам. Справа останавливать штрафователям. На миллионы долларов, сказал Митрофанов первый раз. Потом, правда, поправил, сказал на миллионы рублей. Спасибо, что хоть не на доллары будете нас штрафовать. Да. Все-таки мы в России живем. Ни миллионов рублей. Спасибо. Это не так. Мы помним, как одна газета Фридман наказала одну газету, а она молчит про него до сих пор. Не волнуйтесь, суд следующей инстанции отменил то решение. А мы все проигрывали очень много судебных процессов. Я не знаю, проигрывал вы насколько комсомолец. Я проигрывал много, ну, по разным поводам. И денег мы платили, и процессы. Это нормальная ситуация. Откуда возьмется вот то, о чем вы говорите? Я думаю, что... Молодцы, потому что англичане создали такой же закон. Не буду ли позитивно-метрофановой позицию неверной? Четыре года назад, англичанам посылал даже документы. Слишком много эмоций. Они сделали. Слишком много эмоций. И очень мало желания. И будет кувалов. Маловато желания разобраться в том, что происходит на самом деле. Даже возьмем Государственную Думу. Она принимает очень много законопроектов. Я не вижу энтузиазма у многих своих коллег-журналистов разобраться, а собственно, что она делает. Это же надо читать. Надо читать. Надо разбираться. Надо какую-то устраивать разумную дискуссию. А затем, знаете, что меня удивляет, Валерий, когда в нашей стране говорят о том, кто из какой партии перешел. Мы живем настолько во время быстро меняющихся событий, что невозможно найти никого, кроме Жириновского, который все годы так и был бы в одной партии. Потому что даже сам смысл партии меняется. Иногда остается название, а суть меняется кардинально. Что очень настораживает во всей этой ситуации? То, что понятие свободы слова у нас начало приобретать какие-то безграничные рамки. Свобода хамства. Да, и начало превращаться в свободу хамства. И вот нам сегодня на примере публикации, в которой безосновательно оскорбили, в частности, меня, пытаются объяснить. Вот давайте мы вот этот заступ хамством считать не будем. Вот мы давайте здесь тоже скажем, что это свобода слова. Пройдет еще полгода, и эта граница отодвинется уже куда-то туда, когда неприлично будет и слова произносить. Потому что я, знаете ли, очень переживаю, что если сегодня Павел Николаевич считает, что интимные услуги в том виде, в котором он их публикует, это детские утренники, и эту точку зрения он уже навязывает всем, то через какое-то количество времени появится устойчивое мнение. А что в этом плохого? Ну, мулатки, ну, негритянки, ну, интимки. Я говорю на защиту Павла Николаевича, хотя эти объявления меня дико раздражают. Потому что как только Павел Николаевич начнет говорить, а я не буду это публиковать, они имеют право подать в суд. Потому что формально, логически, там нет в этих словах, в этом глупость наших законов. Потому что, конечно, если бы... Вот это договорные отношения, и в договорах обе стороны принимают решение, что мы пустили на суде, не настолько сложно. Потому что в нашей стране, де-факто, проституция является узаконенна в бизнес. Подождите, 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 он хозяин, это рекламное агентство. Я не имею в этом отношения. Нет, нельзя. Ну, я тоже этим занимаюсь. Мы не имеем права отказать. Нет, право. Ну, значит, завтра вам принесут объявление, в котором вы предлагаете... Мы не имеем права... Вы оправдываете развитие президента. Нет, это не оправда. Вы нам приняли такие законы. Мы вам приняли такие законы. Приняли такие законы. Нет, это правда. Да, примите, пожалуйста, поправьте законы, чтобы у нас была возможность. Да что же совесть-то до сих пор мы заставили с собой? Мы же, Боже, прим, надо-то заставил, мы ее берем. Вы озвучьте, скажите, Государственную Думу, примите вопрос. Вот, это хорошо. И запретите мне, что же вы дважды... Мы же с этим и делаем. И вот Георгиев мне это сказал неделю назад. Это вот, уже хорошо. Принять законы, это хорошо. Принять законы, я выполню. Мы уже заведем. Но вот я хочу поделать законы. Общественная палата, пока я там еще председатель комиссии, поддержит эти решения. Ну, вот есть вопрос у Ольги Юрьевны, который, я считаю, мы должны... Меня раздражает, когда в сообществе вдруг появилась такая фраза. А депутата у него нет пола. Депутат не женщина. Че хочу, то и говорю. А на мой взгляд, вот чем отличался российский человек от любого другого, это ощущением обостренным. Справедливости и пониманием роли женщины. Нельзя опускаться до уровня, когда в нашей стране оскорбляют женщину. Но просто мы потеряем свою идентичность как народ. Для нас всегда понятие матери и женщины свято. И когда мы говорим, нет, можно, это уже не женщина, это депутат, это очень не по-русски. Это плохо. Это не хорошо. Я буквально в завершении, буквально два слова. И на следующий день публикации этого же автора, он говорит, слушайте, я проснулся знаменитым. Это, знаете, особенность нашей профессии, да, сначала просыпаешься знаменитым, а потом... Я хочу просто для себя понять. Скажите, ну если совершенно очевидно, что в газете было оскорбление, почему необходимо вот бумага, решение суда, приставы, которые должны принести, чтобы сказать, слушайте, ребят, ну мы, да, мы зашли вот за границей, извините. Не оскорбление, потому что оскорбление это юридический термин. Почему, если газета мутная, рыдает и публикует объявления интимного характера, плачет просто от того, что не может отказать, но 20 лет не приносит проект закона в Государственную Думу, говорят, ну вы там напишите что-нибудь сами, а сами плачут и печатают. Ну как так? Вы не слышите друг друга. 30 виднейших единороссов давали интервью московскому комсомольцу за последние два года. Ну если вы такие разборчивые, если вас так оскорбляет присутствие на соседней полосе неких объявлений, ну что же вы туда, как лёдом обмазанному месту стремитесь? Мы же даём интервью, когда к нам обращается журналист. Я не могу ему сказать, послушай, и вы не можете смотреть. Не-не-не, подождите, что он подходит и говорит? Ну не надо, не надо, вы просто своими статьями выступали, не надо, да и вы тоже, кстати говоря. Я с на одной. Я с на одной, что ситуацию с телевизионной программой не буду давать интервью. К сожалению, телевизионной программы недостаточно, чтобы разрешить существующие накопившиеся противоречия. Надеюсь, что в течение времени всё-таки какие-то компромиссы будут найдены, в том числе и законодательные. И что процесс дойдёт до разумного завершения, правда при котором пресса останется свободной, а депутаты будут служить интересам народа.